Здарова, шашечная братва! Недавно завершился командный чемпионат мира по русским шашкам по версии ИДФ. Победителями стали гроссмейстер Игорь Михальченко и гроссмейстер Яна Якубович. Поздравляю с этой победой! И сегодня хочу рассмотреть партию Яна Якубович с Светланой Стрельцовой. Посмотрел первый раз партию, ну вроде ничего особенного, но потом вспомнил шлифы как раз из игры Шмульяна и хочу с вами поделиться ими. Значит, был разыгран следующий дебют СБ4-БЦ5-ЕФ4. Белыми играла Яна Якубович, черными Светлана Стрельцова. Ну, черные атакуют фланг, правый фланг белых, белые закрываются, черные продолжают атаковать. Ну и обычно в этом дебюте играют ЖФ2, ну и после либо АБ6, либо ЖФ6, белые получают худшую позицию. Ну и большее на что они могут рассчитывать, это только ничья. Но вот после хода ЕФ2, как сыграла Яна Якубович, здесь, возможно, контр-игра за белых. То есть, можно в этой позиции АБ6 играть и ЖФ6, в принципе, и там, и там есть игра. Светлана Стрельцова сыграла ЖФ6. Ну, белым лучше всего размениваться, двойной размен, черные бьют в центр и белые играют БЦ3. В партии Светлана Стрельцова сыграла ФЕ5 и белые разменялись. Ну, в принципе, в этой позиции возможны три хода. ФЕ5, СБ6 и ФЖ7. Давайте рассмотрим все три хода. Если, допустим, черные играют СБ6, то белым надо играть Б5, иначе черные грозят связать фланг белых. Надо играть ДЕ5 черным, они размениваются, и белые играют АЖ3. Отличная реплика. Черные играют АБ6, и белые здесь размениваются вот таким образом. Неожиданный размен. И в этой позиции есть два хода за черных. БА5 и БЦ5. Один из них ведет к поражению. То есть это анализ уже как раз гроссмейстера Королева и Иона Доски, тоже гроссмейстера молдавского. То есть БЦ5 здесь плохо. Почему? Потому что белая играют СД2. Дальше, допустим, ФЖ7, СБ4, ЖА6, АБ2. Ну, тут возможны несколько вариантов. Если ДЦ7 черные играют, тогда белая играют ДЦ3. То есть и на СД4 играют БА5. Ну, и единственный ход уже остается, ФЖ5. Ну, и тогда белые играют СБ4. Бой. Ну, и проводят уже комбинацию. В какую сторону бы черные не били. То есть комбинация здесь за белых неизбежна с победой. Если в этой позиции, допустим, черные вместо ДЦ7 играют СД4. Ну, мы просто размениваемся. Ну, надо вылазить за черных, иначе совсем плохо. То есть ЕД4, тогда БА5, ФЕ5. Так, ФЕ5 надо. Ну, еще был возможен ход ДЦ7. Если ДЦ7, тогда СБ2. ФЖ5. Нападаем. Надо закрываться. Ну, и снова проводим комбинацию за белых. С выигрышем. Если черные в этой позиции вместо ДЦ7 играют ФЕ5, ну, тогда мы играем АБ6. Черные играют ЕФ6. Поставили угрозу. Надо размениваться. Теперь черные жертвуют шашку. Ну, и ставят рожон на поле С3. Ну, белые играют ЖФ4. Ну, и после хода ДЕ7 заходят в люпки ФЖ5. Ну, и у черных практически уже не осталось ходов. Все ходы ведут к поражению. Ну, тут, допустим, еще такая жертва, возможно, и ход СД2. Тогда мы играем ЖФ2. Сюда дамку не поставишь. Она тут же ловится. Надо ставить на Е1. Ну, мы тогда вот такой встречный удар проводим. То есть, если бить сюда, мы просто ЖФ6 играем. Если черные бьют сюда, мы бьем назад просто. Ну, и куда бы черные не били, позиция легко выигранная. То есть, друзья, в этой позиции мы выяснили, что черным надо играть именно БА5. Вот ход БЦ5 плох. Если черные играют БА5, то уже белым надо быть осторожными. Ход СБ2 проигрывает, надо играть СД2. Ну, давайте рассмотрим несколько вариантов. Допустим, ДЦ7, АБ2. Белые построили так называемый паративотанковый еж. Ну, и здесь, возможно, несколько вариантов на ничью. Можно сыграть ФЖ5 за черных и ЕД4 с ничьей. А можно еще сыграть СБ6. Ну, и после ФЖ5, возможно, тоже два варианта. Либо БЦ5, либо ДЦ5. Если БЦ5, мы играем тогда Ж6. Тут снова возможны два варианта. Либо играть СД4, либо жертвовать шашку. И играть ФЖ7. Теперь белым надо жертвовать. И играть Ж2. Побили, побили. Ну, и черным проще всего вот таким образом форсировать ничью. Отдали, пропустили белых дамки. Ну, и ничья. Так, в этой позиции мы еще не рассмотрели ход ДЦ5. В принципе, он ведет к тому же, что и, допустим, БЦ5, Ж6 и СД4. То же самое будет. Белые нападают. ДЕ3. Надо закрываться. Белые снова нападают. Надо снова закрываться. Опять нападают. Надо закрываться. Надо жертвовать шашку. Побили. И играть Ж6. Ну, и в этой позиции. В этой позиции черным надо играть аккуратно. Надо играть Е6. Белые идут в дамки. И черные проводят ничейную комбинацию. Это единственный ничейный вариант. Все остальное проигрывает. Надо играть АБ4. И играть ДЕ3. Белые бьют. Черные бьют. Белые бьют. ДЦ5 побили. Черные прорываются в дамки. Белые бьют. Черные бьют. И партия заканчивается ничьей. То есть, еще раз в этой позиции. БЦ5 проигрывает. Надо играть БА5. Ну, и белым надо играть затем СД2 и АБ2. А вот ход СБ2 уже проигрывает. Так проиграл гроссмейстер Андрей Калашников. Московский гроссмейстер. Чемпиону СССР Владимиру Голосуеву в 1992 году. Черные играют ДЦ7. Теперь белым надо играть АБ4. Это единственный ход. То есть, другого нет. И черные жертвуют шашку неожиданно. И играют ЕФ6. Ну, приходится отжертвовать шашку. Побили. И играть БА3. Черные играют СД2. Белые размениваются. Грозят пройти в дамки. Но черные этого не боятся. Они ставят дамку на поле С1. Ну, и белые проигрывают. Допустим, играют СД6. Идут в любки. Ну, мы тоже заходим в любки, так сказать. Белые бьют. Черные бьют. Белые бьют. Ну, и черные легко побеждают. Друзья, мы разобрали ход черных СБ6. Теперь давайте разберем ход черных ФЖ7. Ну, тут, во-первых, можно сыграть АБ2. И на ЖС6, допустим, разменяться ЕД4. Вот таким образом. В принципе, с равной позицией. Но невозможен ход ЕФ4. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти комбинацию за черных. Я, кстати, как-то на чемпионате Пермского края по рапиду, по быстрой игре. Так мог проиграть игросмейстеру Юмшанову. Там позиция подобного же рода была. И игросмейстер не заметил комбинацию. Мне удалось убежать, так скажем, на ничью. А комбинацию показал игросмейстер Гаврил Колесов. Якутский игросмейстер. Черные играют. Играют АЖ5, затем ФЖ5, затем ЦД4, затем ЕФ6. И проводят вот такой красивый удар. Как говорит гроссмейстер Евгений Кондраченко. За гребущими руками снимаем 5 шашек соперника с победой. После хода ФЖ7 плохо играть АЖ3. То есть на такой же манер, вот как по анализу Королева и доски, белые пытаются играть. Но не тут-то было. Черные играют ЦБ6. Надо нападать. БА5. Черные закрываются. БЦ7. Надо снова уходить на фланг. И черные вырываются по центру, на волю. Ну и тут в принципе была ничья. Это уже мы рассматриваем партию Литвиненко. Савинок. Савинок это один из сильнейших мастеров Санкт-Петербурга. То есть в своей книге «Игра на вылет» вот как раз вот эти все варианты он указал. То есть в этой позиции еще была ничья. После ДЕ3. А вот ход АБ2 уже здесь проигрывает. Почему? Черные играют ДЕ5. Ну, надо нападать уже. ДЕ3. То есть сейчас они уже, белые опоздали вот с этим нападением. Черные играют Ж6. Побили. ЦБ6 побили. Побили. То есть стоит угроза. Надо играть ФЕ3. Черные бьют в эту сторону. Белые бьют сюда. Черные ставят дамку. И белые закрываются в БЦ3. Ну, и вроде бы кажется, что белые грозят отдать одну шашку, забрать две. То есть, ну, кажется ничья не за горами. Но черные неожиданно проводят вот такой маневр. Далеко неочередный. ЕД4. Ну, в эту сторону бить бесполезно. Черные побьют назад. Потом просто выиграют. Поэтому надо бить сюда. Теперь черные нападают. Ну, закрываться бесполезно. Надо отходить. Черные играют дамкой на Б6. Белые играют Б5. Как-то пытаются по флангам растечься. Вот когда у соперника дамка лучше как бы занимать как раз вот бортовые поля. Как ни странно. То есть, обычно мы занимаем центр. Но когда Эншпиль наступает, то есть, лучше занимать как раз бортовые поля. Они менее подвержены атаке со стороны дамки. И черные отходят. И в этой позиции мастер Литвиненко сыграл АБ4. Мастер Савинок ответил ЕД6. Белые играют ЕД2. Ну, и в этой позиции мастер Савинок мог провести красивую комбинацию и красиво выиграть. Он выиграл, но немножко по-другому. То есть, черные могли отдать одну шашку, вторую, третью, четвертую. И собрать богатый урожай. Вот по такому маршруту. Снимая четыре шашки соперника с загребущими руками. Ну, и остался нерассмотренным последний ход. ФЕ5. Именно так было сыграно в партии Якубович-Стрельцова. Белым надо меняться. Снова надо меняться. Ну, и кажется, что никаких красот не предвидится шашечных. Но, тем не менее, Яна Якубович тут смогла, так скажем, удивить соперницу. Черные сыграли ДЕ7. Белые выжидают АБ2. Черные играют Е6. Ну, и белые тут неожиданно ходят ДЕ3. Ну, хочется на первый взгляд сыграть ФЕ5. То есть, черные будут грозить сыграть ЕД4. Затем, ЖФ4. Ну, и просто снимут три шашки. То есть, отдали две. Забрали три. То есть, кажется, что позиция белых проиграна. То есть, допустим, на такой ход уже, ну, можно, допустим, отойти. То есть, тут никаких колонок, ничего нет. Позиция белых, конечно, будет проиграна. Ну, Яна Якубович посчитала все варианты заранее. То есть, в своем интервью, я читал, она говорила о том, что любит как раз считать за доской. Просчитывает некоторые варианты на 20, даже 25 ходов. И, так скажем, сделала неожиданный ход CD6. Ну, и теперь обратите внимание, ход ЕФ4 уже не проходит. Белые ставят присоску, так называемую. Ну, то есть, куда бы черные не били, допустим, сюда. Белые играют БА3. Побили. Ну, и белые легко проходят в дамки и легко выигрывают. То есть, такие жертвы, это уже ничего не проходит. Просто разминялись. Ну, и позиция белых легко выигранная. То есть, в этой позиции черным пришлось играть ЕД4. Белые бьют на поле С5. Ну, и здесь все заканчивается довольно-таки быстро. БА3. То есть, грозим, допустим, на FG7 уже провести комбинацию. А может и не будем проводить. Посмотрим еще. Черные сыграли здесь GF4. Белые пошли CD2. FG7. БА3. Построили белую колоночку. Черные сыграли GF6. Белые сыграли GF2. Ну, и черные поздравили тут белых с победой. То есть, никаких тут ударов, ничего нет. Допустим, на BC7. Даже CD6 не будем играть. Просто БА5 сыграем. Ну, и позиция черных, конечно, проиграна. Все варианты, показанные в этом видео, взяты из игры мастера, питерского мастера Савинка. Вот у него книга «Игра на вылет». Как видите, уже до дыр, дочитал. Издано в Санкт-Петербурге в 2001 году. Ну, и, друзья, у меня возник вопрос. Интересно, знала ли Яна Якубович, разыгрывая вот этот дебют, все эти варианты. Ну, теперь, я думаю, будет знать после просмотра данного видео. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Поддержите мое творчество. Задавайте вопросы, пишите ваши комментарии. Отвечу на все вопросы. До свидания.